Привет, друзья! Лошади – красивые, величественные, благородные и вольнолюбивые существа. Большинство людей влюбляется в них раз и навсегда, но есть и те, кто относится к ним иначе. В некоторых странах, например, в Румынии распространено такое явление, как отлов диких лошадей. Для охотников расставлять специальные проволочные ловушки – вполне обычная практика. А пойманным животным, чтобы не дать им сбежать, практически всегда связывают цепями передние или задние ноги. К сожалению, очень часто это заканчивается травмой или даже приводит к необратимым нарушениям в способности животного двигаться. Однако, это история о добром незнакомце, который случайно повстречал закованную в цепи молодую дикую лошадь и спас ей жизнь. Незнакомец был местным ветеринаром, поэтому сразу понял – животное нужно срочно освобождать, пока повреждения не стали необратимыми. Цепи были настолько туго закручены вокруг её лодыжек, что уже начали прорезать кожу. Ещё чуть-чуть и кровообращение может прекратиться, тогда животное потеряет способность ходить. Осторожно, чтобы не испугать лошадь, мужчина подошёл к ней. Он достал кусачки и принялся за работу с цепями. Осторожно вставлял кусачки и перерезал звенья. Животное тяжело дышало, что было плохим знаком, ему было больно. Незнакомец продолжал работать и вскоре перерезал все цепи на передних ногах. А затем он увидел ещё кое-что, что причиняло животному невероятную боль. Хотя цепи и были болезненными, но то, что было спрятано под ними, оказалось поистине ужасным. Под цепями у копыта застрял клубок острых металлических проводов. Судя по тому, что этот клубок был достаточно глубоко, он находился там уже давно. Надев перчатки, ветеринар стал убирать фрагменты острой проволоки. Для лошадки это была неприятная процедура, и она несколько раз издала какой-то непонятный звук. Но вскоре она замерла и уже лежала тихонько, ведь ветеринар полностью ликвидировал острую боль в её копыте. С другим передним копытом была такая же проблема, поэтому и из него ветеринар стал осторожно извлекать сломанную проволоку. Лошадь оказалась более спокойной, наверняка она уже знала, чего нужно ожидать и какой будет результат. И вот мужчина убрал все фрагменты проволоки и почти полностью освободил животное. Оставалось лишь отрезать несколько звеньев цепи. Всё было сделано, ветеринар снял с ног лошади все цепи и проволоку, а потом помог ей снова встать на ноги. Видеть, как это прекрасное дикое животное встало на ноги и уходит на свободу, было вполне достаточно для незнакомца. Но то, что произошло потом, невероятно удивило и даже шокировало его. Он явно не был готов к такой благодарности со стороны лошадки. Она наклонилась и быстро и игриво поцеловала мужчину в лицо. Вот так человек и дикое животное стали настоящими друзьями. А потом лошадь умчалась вдаль, и мужчина смотрел ей вслед и радовался, что сделал всё, что было в его силах. То, как лошадь поблагодарила человека, безусловно, впечатляет. Хочется надеяться, что остаток своих дней она проживет без боли и горя, причиняемых охотниками и их жестокими ловушками. На этом всё, друзья. Делитесь видео, пишите комментарии и ставьте лайки. Пока!